Доктор Кух, предлагаю сегодня поговорить на тему «Основные законы жизни». Законы, которые делают нашу жизнь счастливой, успешной, позволяют нам двигаться по жизни легко, красиво, свободно. И чем чревато нарушение законов жизни? Попробуем, возьмем эту тему. На самом деле, человек взрослеет, приобретает свой жизненный опыт, просто так живет по течению, а у него нет ориентиров. Возникают разного рода проблемы. Проблемы отношений со здоровьем, тревога, страхи, панические атаки, депрессии. Речь идет о чем? О том, что надо иметь ориентиры. Основные законы жизни, это я собирал годами из разных источников, из разных книг, из своей практики. Поэтому это вот складывалось такое вот... Попробовал привести это в систему. Когда у человека есть ориентиры, есть и осознание. И правильно понимать законы, это не догмы, это не жесткие рамки, шаг влево, шаг вправо и расстрел. А это просто ориентиры. Вот когда мы понимаем, что есть ориентиры, они могут меняться, жизнь идет, она развивается, человек взрослеет. И это просто ориентиры. У каждого человека могут быть свои ориентиры. Они могут меняться, они могут пополняться. И с ориентирами легче нам осуществлять все свои проекты, заниматься творчеством. Это надо же было так вот. Нашли в клинописи, расшифровали в каких-то раскопках, расшифровали. Назвали вот эти письмена изумрудные, изумрудные скрижали. Ее относят к третьему тысячелетию до новой эры. До новой эры. И вот там, допустим, вот можно воспринимать это как закон. Как закон, да? Что наверху, то и внизу. Что внутри, то и снаружи. Вот как емко выражена в этой фразе вот эта целостность мира и человека в этом мире и его жизни. Что наверху, то и внизу. Что внутри, то и снаружи. А что имеется в виду? Вот первое. Что наверху, то и внизу. Что имеется в виду? А вот так. Твои навыки, умения, может быть, это внизу, да? Более простое, да? Наверху мысли, чувства. Что из себя человек представляет, да? Что представляет. Что внутри, то и снаружи. Как ты относишься к другим, как относишься к тебе. Ну вот все взаимопроницаемо, да? Пронизывающее, пронизывающее. Какой характер человек, какие дела. Вот хотите наверх, хотите вниз. Разместите сами. Общие законы, можно сказать, выделить отдельно. Вот я не люблю слово ожидание. Вместо слова ожидание нацеленность. На что-то. Что ты хочешь. Что ты хочешь. Нацеленность – это огромная притягательная сила. Нацеленность на то, чего вы хотите. Обязательно действуйте в этом направлении. И не ожидайте того, чего вы не хотите. А ожидание, если мы скажем то же самое, вот ожидание, притягательная сила. Неправильно. Нацеленность на то, что ты цель поставил, ты двигаешься к ней. И тогда у тебя получается и больше отдачи какой-то. Благодарность – это вот восприятие тому, что происходит. Благодарность людям, ситуации. Благодарность даже тем неприятностям, которые происходят. Тем препятствиям, которые встают на пути. Все равно с благодарностью. Благодарность – это мощный, мощный метод для увеличения вашей жизненной энергии. И при внесении в вашу жизнь того, чего вы хотите. Будьте благодарны за то, что уже имеете. И вы притянете еще больше хорошего. Быть благодарным родителям. Правильно они поступали, неправильно они подарили жизнь в конце концов. Благодарить за то, что вы хотите. Высказываясь заранее. Это придает вам особую силу вашим желаниям. Посылает сильнейший сигнал во Вселенную. Вселенная, как астрономическое такое явление. Или человеку в это что-то другое. Вселенная. Но это образ. Образ. Единение с окружающим всем миром. Визуализация. Это метод создания в нашем мозгу образа счастливого обладания желаемым. Тогда у нас и энергия появляется. И мы делаем определенные шаги. В процессе визуализации вы генерируете чувства, мысли о том, что вы желаете. Что у вас уже есть. Вы выражаете свой позитивный опыт. Это помогает двигаться, осуществлять определенные шаги в нужном направлении. Не важно, какая проблема. Может быть, восстановление здоровья. Может быть, карьера. Может быть, творческие задумки. Визуализация. Как мы можем представить, выражая свой позитивный опыт, у нас появляется энергия. Закон притяжения возвращает вам это в реальности, так, как вы видели в своем воображении с помощью визуализации. Вот про нацеливание, доктор Кук. Вот если можно вернуться. Это же цель без действия. Это просто желание. Правильно? То есть нужно все равно предпринимать шаги. Шаги. Обязательно. Для жизни не имеет значения, что вы думаете. Для жизни имеет значение только то, что вы делаете и какой энергией вы заправляете свои действия. Эмоции. Есть высокооктановое топливо. Положительные эмоции. Выражаете свой позитивный опыт. И низкооктановое. Я должен, я обязан. Тоже шевелимся, но эффективность отдачи небольшая. Отдачи. Надо использовать обязательно закон притяжения. Все время. А не только для одного какого-то события. Сделайте это своей привычкой, образом жизни. Закон притяжения. В конце каждого дня, перед отходом ко сну, делайте вот такой вот обзор. Дневной обзор. Или вечерний обзор. Как у вас прошел день. Вспоминать все события дня. Если какие-либо события или моменты не удовлетворяют вас, вы увидите в этом своем вечернем обзоре. Переиграть у себя воображение, опять же, в голове. Наиболее приятным способом, как бы вы вышли из этой ситуации. И у вас уже следующий день. Мы готовимся сегодня для того, чтобы принять следующий день. И у вас идет и обогащение вашего опыта. Анализируйте, думайте. И все. Законы благосостояния. Люди жалуются, не хватает денег, не хватает средств. Чтобы притягивать деньги, вы можете сосредоточиться на богатстве. Представлять, визуализировать его. Невозможно привлечь больше денег в вашу жизнь, если постоянно переживать по поводу их нехватки. Есть понятие движения «от» и есть понятие движения «к». Переживать по поводу нехватки денег, а вдруг кончится, а у меня их сейчас мало. Это движение «от». От бедности, от чего идем, к тому и придем. Само отношение к деньгам. Это движение «от». Полезно использовать воображение, визуализацию. Представить, что у вас все есть. Все есть. Даже если на самом деле чего-то не хватает. Будто у вас уже есть столько денег, сколько вы хотите. И по принципу необходимости, поначалу, мы удовлетворяем потребности хотя бы какую-то малость. Нет тревоги. Мы внутренне свободны. Нет тревоги. Придут деньги. Рождается энергия. Создавать какие-то условия, услуги или товар какой-то. Тогда будут другие люди пользоваться вашей услугой, вашим товаром. То, что вы делаете, будет восполнено. Обязательно будут платить с удовольствием. И говорить еще. Эта услуга, этот товар, это хорошего качества будут воспринимать. От этого зависит, сколько будет приобретено в вашей услуге и того, что вы делаете. В принципе, это все есть у всех. Просто ценить надо то, что имеешь. Правильно? Ну, как бы играть в богатство. Вы научитесь хорошо себя чувствовать в финансовом отношении. И когда вы настроитесь позитивно, все больше денег будет приходить в вашу жизнь. Если человек на этом зациклен, он напряжен, он как будто с протянутой рукой. Его будут обходить мимо. У него цель заработать. И будут обходить мимо. Когда вот возможный потребитель, покупатель чувствует вашу тревогу, он будет обходить мимо. Когда вот такая нацеленность получить какую-то прибыль, что-то сунуть, продать, что-то такое. И будет обходить мимо. А когда вы просто предлагаете и говорите о своем товаре, качестве, услуге, человек видит, ничего не требуется, нету давления. Тогда будут принимать с удовольствием ваши услуги. Вы не навязываете. Я чувствую, что мы зациклились немножко на этом законе благосостояния. Почувствовать себя счастливым прямо сейчас вот самый быстрый способ притянуть деньги в вашу жизнь. Вы можете отдавать, и к вам придут эти деньги. Сделайте привычкой смотреть на все, что вам нравится. И говорить себе, я могу это себе позволить, я могу это купить, могу воспользоваться, изменить свой образ жизни. Ваши ощущения в области финансов улучшатся. Это вот в целом мы говорим о психологии. Отдавайте деньги, чтобы притянуть свою жизнь еще больше. Когда вы щедры, чувствуете себя хорошо и делитесь с деньгами, вы как бы говорите, у меня их много. Я открыт, я естественный, я искренний. Придут деньги. От того, что вы даете от души, от сердца, это чувствуют люди. Но, само собой, разумеется, деньги приходят. Поэтому визуализируйте приходящие к вам чеки по почте, счет в банке. От этого зависит, от этого он будет увеличиваться. Потому что люди ценят то, что вы делаете. Идет обмен энергии. Деньги – это средства. Обмен энергии, вложенный в какое-то дело, продукт, товар или услугу. Вам возвращается. Сместите баланс ваших мыслей в сторону богатства, благополучия, финансового. Думайте о благополучии. И вы живете в этом, и оно приходит к вам. Приходит. Если говорить о в общих законах законы отношений, тоже можно выделить, да, тоже можно выделить. Если вы хотите притянуть нужные вам отношения, убедитесь, что ваши мысли, слова, действия и окружающие не противоречат вашему желанию. Ваша работа – это вы сами. Пока вы не пополните себя до краев, наполните себя до краев, вам нечего отдавать другим. Чем мы делимся? Знаниями, умениями, навыками. Делаем продукты, выдаем услуги, выдаем на рынке, да. Вот от этого зависит. То же самое и в отношениях. Относитесь к себе с любовью, уважением, к себе в первую очередь. И вы притянете людей, которые будут вас любить и вас уважать. То же самое, что материальный мир и мир отношений. Когда вы плохо к себе относитесь, вы блокируете свою любовь и притягиваете еще больше людей, ситуаций, заставляющих вас плохо к себе относиться. Поэтому лучше сосредоточиться на том, что вы себя любите. И закон притяжения и здесь расскажет вам еще более восхитительные вещи. Чтобы наладить отношения, нужно сосредоточиться на качествах, которые вы цените в другом человеке. А не на его недостатках. Мы все несовершенны, люди несовершенны. Вот когда мы видим это в другом и говорим другому человеку именно о его качествах. Когда вы сосредоточитесь на достоинствах человека, вы получаете еще больше этих доказательств и проявлений со стороны других людей. И у вас отношения здоровые, открытые, честные, прямые. Отпадает надобность разного рода манипуляций и рычаги управления. А это отпадает. То же самое в отношении здоровья. Мы знаем эффект плацебо, пример действия закона притяжения. Опять же, когда пациент действительно верит, что данная ему таблетка, лекарство, то он получает то, во что верит. И выздоравливает. Это своего рода образ, понятный для подсознания. Подсознание выполняет ваш заказ. Поэтому лучше сосредоточиться на идеальном здоровье. И это то, что мы все можем сделать своими силами, вне зависимости от происходящего вокруг. Хочешь быть здоровым? Будь им. Будь им. Живи с ориентирами с этим. Что укрепляет здоровье? Самое лучшее лекарство – радость, смех. Веселое настроение. Смех притягивает радость. Выпускает негатив. Ведет к чудесным исцелениям. А болезнь удерживается в теле мыслью, сосредоточением на болезни и внимании к ней. А когда вы чувствуете легкое недомогание, не говорите о нем, если не хотите получить еще больше. Если вы слушаете людей, жалующихся на свои болезни, вы прибавляете энергии их заболеванию. И вместо этого смените тему, расскажите о чем-нибудь хорошем, пошлите во Вселенную мощные мысли, представляющие этих людей здоровыми, а их подсознание будет воспринимать эту информацию на тонком уровне. И подтолкнет к тому, чтобы здоровье прибавлялось. Представление о смерти и возрасте поддерживается нашим сознанием. Так что прогоните эти мысли из головы. Прогоните. Не о болезнях надо говорить, а о здоровье. Хвалить себя. Любой шаг в сторону здоровья. Я смог это сделать. Я встал с постели. Я молодец. Я умничка. Сосредоточьтесь на здоровье. И вечной молодости. Вы и будете так чувствовать себя. Вы живете в этом. Живете. Не принимайте в расчет мнение общества о болезнях и старении. Негативная информация, ее очень много, она не помогает нам. Поэтому надо думать о здоровье. Жить как здоровье. И ваши болезни, недуги, они будут уходить. Я часто привожу пример. Например, это история женщины. Ее зовут Катя. Катя. Вот личная история. Кэти, да? Назовем ее так. Она рассказывает. Она рассказывает. Это вот хорошо было. Даже можно посмотреть. Вот фильм «Секрет». Секрет. Кэти. Она рассказывает. Мне поставили диагноз «рак в груди». Я искренне верила всем своим сердцем. И изо всех сил, что я уже исцелилась. Каждый день я говорила спасибо за мое исцеление. Как свершившийся факт. Самоисполняющееся пророчество. Программирует себя на здоровье. Я повторяла это снова и снова. Я верила всем сердцем, что я уже здорова. Я представляла свое тело таким, словно никогда не было рака. Ее подсознание воспринимало заказ к исполнению. И поэтому мобилизация иммунной системы, защитных сил. Организм был мобилизован. И еще, чтобы вылечиться, я смотрела очень много смешных фильмов. Все, что я делала, смеялась, смеялась, смеялась. Мы не могли впустить в мою жизнь ни малейшего напряжения, потому что знали, когда пытаясь исцелить себя, нет ничего вреднее стресса. Со времени постановки диагноза до момента, когда я полностью исцелилась, прошло приблизительно 3 месяца. И без всякой терапии. На самом деле, одно дополняет другое. Медики, врачи делают свое дело. А с нашей стороны, с помощью психотерапии, мобилизовать свои защитные силы, мобилизовать. Одно дополняет другое. Не вместо, а вместе. Когда человек заболевает, забывает о том, что хватается за лекарства и все. А забывает, что он может сделать очень многое. Ну вот эта история Кэти демонстрирует действие трех великих сил. Сила благодарности за исцеление. Сила веры в получение желаемого. И сила смеха и радости, побеждающей болезни нашего тела. Эта женщина решила включить смех в свое лечение после того, как услышала историю другого человека. Нормана, Норман. Норману поставили диагноз. Неизлечимая болезнь. Врачи сказали, что ему осталось жить несколько месяцев. Норман решил исцелить себя сам. Три месяца он занимался только тем, что смотрел смешные фильмы. Смеялся. Визуализировал свое здоровье. Смеялся и смеялся. За эти три месяца болезнь покинула его тело. Врачи объяснили такое выздоровление чудом. Никакого чуда. Работают природные силы организма. В нас столько заложено, что как пришли болезни, так и развитие в обратном порядке, так они и уйдут. Смеясь, Норман освобождался от всякого негатива. Естественно, он освободился и от болезни. Смех это действительно лучшее лекарство. Действительно самый лучший антидепрессант. В нас от рождения встроена программа самоисцеления. Вы поранились? Рана заживает. Вы подхватили бактериальную инфекцию, вирусную инфекцию. Иммунная система позаботится об этом и вылечит вас. Надо возбудить эти силы организма. Возбудить. Знать подходы. И в том числе и визуализации, конечно. Освобождение от этого балласта, негативных чувств, обиды, досады, чувства вины. Надо прогнать этих непрошенных костей. Иммунная система предназначена для самоисцеления организма. И надо уметь заказывать своей иммунной системой. Подсознание выполняет заказ. Законы мира. Можно об этом говорить. То, чему вы сопротивляетесь, вы притягиваете на самом деле, потому что сильно сосредотачиваетесь на этом эмоционально. Чтобы изменить все, загляните в себя. Начните изучать новый сигнал своими мыслями и чувствами. Вы не сумеете помочь миру, фокусируясь на негативных вещах и событиях. Когда вы сосредоточитесь на мировых проблемах, вы не только добавляете им энергии, но и приносите больше неприятностей в свою жизнь. Одна женщина. Вот там в мире происходит. Вот Афганистан. Там такие-такие беженцы. То-то, то-то, то-то. С утра до вечера смотрят эти новости. Что происходит в Казахстане. Что происходит в Узбекистане. Мы не можем повлиять на те события. А зачем переживать? Зачем? Вместо того, чтобы сосредоточиться на мировых проблемах, обратите внимание на энергию, на доверие, любовь, изобилие, образование, мир вокруг вас. Вот на это вы можете повлиять. Своими делами, поступками вы можете как-то изменить в своей жизни. Что можно сделать. А так, что там происходит в мире, мы повлиять не можем. Мы никогда не сможем исчерпать все хорошее, потому что в мире более чем достаточно всего и для всех. Жизнь изобильна по своей природе. У вас есть способность с помощью мыслей и чувств черпать блага из несекамого источника, приносить их в свою жизнь. Зачем же тогда сосредоточиться на том, что плохо? Много в мире всяких несправедливостей, бедствий, но вы не можете на это повлиять. Поэтому хвалите, благословляйте все в мире, и вы растворите обиды, раздор, расстроитесь, вы настроитесь на высочайшую чистоту. Это любовь. Если вы выделите законы для всех нас, для всех нас, все является энергией, вы энергетический магнит, вы электролизуете все, наполняя энергией и заставляя стремиться, эта энергия будет стремиться к вам.